всем большой привет и это еще один огромнейший подарок который сделали мне мои орхидеи на новый год этот новый год прям богат на цветение столько подарков и вот еще один я в дичайшем восторге это наверное для меня самый ценный из всех подарков потому что это эквестрис и название c поленопсис эквестрис аквинии струбер вот такая прелестнейшая просто штука стоила всех усилий потому как я ее пыталась достать сколько я ее ждала я не мечтала лет боже мой я уже точно как-то смотрела по записям говорила но больше пяти лет уже я подбила огромное спасибо свете канала про дендробиумы извини свет я все время боюсь неправильно выговорить твою фамилию а светлана бейсбергер надеюсь сказала правильно если неправильно прости пожалуйста и на на не просто по содействуя проделала огромную работу потому что вы эта прелесть ко мне все-таки дошла светуль спасибо я не как вот никак но я обещаю справиться и все таки как как-то скооперироваться и в общем жди сюрприза готовлю все никак не придумаю как тебе его прислать той ситуации которая у нас сложилась но вернемся чудеснейшие прелестнейшие создание очень нежное само растение малыш мой палец для сравнения это первое цветение этого малыша прелестнейшие чудо дало так сейчас вот несколько цветочков один уже отпал еще бутончик будет размер очень приличный по сравнению с куртинкой просто гигантский огромнейшее чудо но вот видите какое нежное чуть-чуть вот двигаю его и он уже весь ходуном ходит запаха нет эквестрицы не славятся прям своим ароматом ароматом и если он действительно такой сильный что его чувствуют люди то это редкость скажем так про него выводил его замечательный крамер и у него большинство его эквестрицев названы в честь города и в честь софи вот я к сожалению запамятовала жена это или дочь но вот вот так у меня несколько от него эквестрицев опять-таки спасибо свете и я прям вот жду жду от них цветения этот несказанно порадовал у него обалденный цвет обалденные переходы обалденные штриховки на лепестках обалденный крап у него губа полностью вся усеяна крапом кому интересно ребята постила много с ним фотографий я думаю еще буду постить поэтому заглядывайте в инстаграм или на фб на фб особенно в группу фаленопсис эквестриц фэнс там много многое только про эквестрицы и про него собственно да да там можно ним действительно много полюбоваться по уходу все стандартно эквестриц очень пластичные достаточно легкий фаленопсис много прощает но тоже все равно приходится искать к нему подход прощает меньше чем гибриды и строительных продуктовых но все равно новичкам в принципе будет с ним очень комфортно и очень большая вариативность в цвете и даже если вы покупаете классическое просто фаленопсис эквестриц там огромная цветовая вариация я уже не говорю о том что можно еще покупать всякие вар альба вар ауре а цирле и так далее стоит у меня в тепличке оранжерейки под полностью искусственным освещением у меня там светодиоды различных спектров набор температура там тепло там не бывает холоднее чем но если я не ошибаюсь то днем ниже 24 не падает но сейчас и особо выше 28 не поднимается вот такие теплые условия там достаточно влажно 60 70 там держится с легкостью и конечно же работает два вентилятора который постоянно гоняют воздух не дает ему заставиться не дают гнили поливаю все как всегда тут вот прям прямом смысле слова по головам поливаю когда они просохнут когда у них горшочках уже сухо но опять-таки за счет того что вокруг большая влажность они не успевают пересыхать по уходу в принципе я уже много рассказывала ничего не поменялось по удобрениям кормила конечно же кормила тех кто что-то растит тех кто собирается цвести расти цвет носа дует бутоны я обязательно кормлю не кормлю только тех кто спит и отдыхает так что зима в принципе скажем так прям сильная дозу не снижала но из-за того что темпы полива снизились и обильность полива упала то и сокращение удобрений тоже произошло поэтому вот так но весной я подыму дозу я всегда подымаю дозу когда у меня у большинства орхидеи идет очень активный рост и потом снижаю ее уже летом когда становится жарко и орхидеи немножко сбавляют в темпах вот но отвлеклась я от этой прелести стоит внимание деток еще нет нету деток в очередь становиться пока рано не надо становиться очередь очень мне понравилось в этом цветке я прям с темы на тему так прыгаю лягуха путешественница а что практически нету желтого пигмента немножко желтит так вот эта пыпочка не буду умными словами бросаться так вот будет понятно пыпочка немножко имеет еле заметный бледно-желтенький оттенок и на этом вот все дальше весь цветок вот просто белый с розовым очень красиво вот правда достаю любуюсь каждый день волшебная штука немножко задрался кадр вот так вот вам будет удобнее в решила я под конец видео подкорректировать ну что же уже как есть и ребятки опять-таки прыгая с темы на тему давайте по-честному детка будет не скоро вот такой малыш поэтому не терроризируйте меня пожалуйста очередь тоже занимать не надо рано пока растет дайте ему развиваться я надеюсь что у меня ничего в жизни не произойдет и ничего с этой прелестью не случится купить его можно в теплице крамера так что кто хочет занимайтесь вот и на этом пожалуй все всем огромнейшее спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео заглядывайте в описании как всегда кто досмотрел ролик до конца вот вам сейчас вот всякие ссылочки на другие видео которые могут заинтересовать на этом все и всем солнечных дней пышных цветений пока пока